По замыслу представителей РПЦ это будет небольшая, примерно 10 на 10 метров, часовня в самом конце аллеи, рядом с улицей Сони Кривой. Строительство часовни планируется вот примерно в этом месте, там где уже заканчиваются голубые ели, чтобы их не трогать. Как раз это будет напротив главного корпуса Южного Росква государственного университета и они составят единый архитектурный ансамбль. Люди ходить? Вот видите, сейчас большая перемена, сейчас максимальный поток студентов, мы наблюдаем, что именно по этому месту никто практически не ходит. Помимо улицы Тернопольской и в самом сквере есть боковые пешеходные дорожки, так что представители духовенства уверены, перемещению людей часовня не помешает. Однако в сообществе «Челябинский урбанист» думают по-другому. Там на обозрение даже якобы проект будущего и весьма необычного храма выложили, со стеклянной крышей и спуском в подземелье. Ну одно дело нарисовать проект, другое дело его утвердить. Вот тот проект, который сейчас был опубликован в интернете, он действительно создавался, как некий такой проба, а что делать, если основное пространство храма убрать под землю. Но когда мы на это посмотрели, мы его сами же и отвергли. То есть то, что сейчас его используют для того, чтобы напугать людей, мобилизовать какие-то протесты, да. Ну это действительно, ну как назвать, ну это некие такие, наверное, не совсем правильные действия. Получить ответы на все вопросы и высказать свое мнение. Публичные обсуждения строительства часовни пройдут в четверг, 18 октября, в администрации Центрального района на коммуны 89 в 6 вечера. Юлия Анфалова, Владислав Шишмаренков, СТС, Челябинск.